Ценами в новом году озабочены и автомобилисты. После январских праздников стремительно начал дорожать бензин. С чем это связано и откажется ли из-за резкого скачка цены от личного транспорта автолюбители, об этом в нашем следующем сюжете. За 2021 год бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на 6,9%, при том, что инфляция за этот период составила 6,5%. Эксперты считают, рост обусловлен увеличением цены на нефть и глобальными инфляционными тенденциями. При этом в разных регионах страны они заметно отличаются, как и самые цены на топливо. Так, например, в арктических районах цена образования связана с сезонностью поставок, а высокая стоимость бензина в Крыму связана с его удаленностью от мастеряковой части России. Экономисты предупреждают, что за 2022 год бензин на российских заправках может подорожать до 1 доллара за литр. Также рост цен на бирже обусловлен не только растущими закупками топлива участниками рынка в счет прошедшего периода новогодних праздников, но и в последние недели декабря, когда биржа не работала. Мы спросили у жителей Верхнего Ужа, заметили ли они высокий скачок цен. Подорожали ли цены на бензин? Наверное, подорожали немного, потому что сегодня в автобусе билет стоил 31 рубль. Думаю, подорожали. А насколько сильно? У меня машины-то нет, думаю, сильно. А откуда вы знаете про эти показатели? Ну, я, в принципе, интернет же читаю. Сколько он стоил месяца два назад и как они сейчас накинули цены. Вы хотите сказать, что рост цен буквально с каждым днем растут, правильно? Ну да, потому что сейчас на все цены растут, а на бензин и тому подобное. А высокий рост цен вообще остановит вас при покупке автомобиля? Ну, я думаю, скорее всего, да. Ну, у меня пока что нет автомобиля, потому что я студент. И даже если, например, я его себе смогу позволить, то я не всегда смогу, например, ездить, потому что у меня не всегда будут деньги на бензин. Эксперты одного автомобильного агентства решили спросить у российских автомобилистов, готовы ли они отказаться от своих автомобилей и ездить исключительно на общественном транспорте, в случае, если стоимость на топливо увеличится снова. Около 50% опрошенных ответили, что они действительно готовы отказаться от своих авто в пользу общественного транспорта. Треть участников опроса заявила, что у них нет автомобиля. Более того, приобретать личное транспортное средство они не собираются. Им намного проще ездить на общественном транспорте. Также часть сказали, что не прочь ездить на автобусах, но только пожелали, чтобы они ездили намного чаще. Таким образом, каждый сам выбирает, что для него лучше – личный, но дорогой автомобиль или общественный транспорт.